Мы с вами на прошлом уроке разговаривали о мусульманской системе образования, почему она является правомерной. То есть мы затронули некоторые нюансы, не полностью разговаривали. Сегодня, сейчас мы с вами будем разговаривать о том, какого учителя необходимо выбирать для того, чтобы этот учитель дал правильные знания. Чтобы этот учитель дал правильные знания. Потому что, опять-таки, очень многие люди задаются вопросом, какого учителя мне необходимо выбрать, чтобы все было правильно, чтобы я получил правильное образование, чтобы то образование, которое я получил, то есть те знания, которые я получил, они были актуальными, чтобы они были с точки зрения ислама правильными. И чтобы, руководствуясь этими знаниями, я был успешен не только в этом мире, то есть успешен в этом мире, в духовном плане я имею в виду, в духовном плане не только в этом мире, но чтобы в Ахарате, то есть когда в Судный день буду давать отчет, чтобы я смог наиболее правильно вот этот отчет дать. Какого учителя необходимо выбрать, тем более на сегодняшний день, например, очень многие говорят, очень многие вообще заявляют и очень многие претендуют на то, что только их знания являются самыми правильными. Все остальные знания и все остальные масхабы не являются правильными. И, например, очень много такого, что некоторые говорят, брат, не ходи к суфистам, не ходи к ашаритам, не ходи к матуридитам, это все заплудшие люди они являются лицемерами они являются двуличными кто-то говорит что они являются многобожниками то есть очень много такого рода заявлений и как объективно наиболее объективно подойти к этому вопросу к выбору к выбору учителя своего чтобы не ошибиться значит первое качество от себя говорю первое качество которым должен обладать учитель это чтобы человек твой учитель учился по классической программе то есть классическая программа которую мы знаем тот человек который не знает например классическую программу может обратиться к книгам по которым учились такие известные ученые даже наши татарские богословы как шиха будин маржане как курсове как тот же самый мусаби гиев и даже тот же тот же самый резаудин фахрудин все они прошли вот эту классическую систему образования классическая система образования она очень важно если учитель учился в университете то есть не в исламском университете а в каком-либо университете изучил философию он изучил востоковедение возможно он какой-то исламовед то сразу же знайте что этот человек будет всегда говорить через призму понимания своих учителей через призму понимания своих учителей потому что нету такой системы образования светской системы образования которая не была бы идеологически ангажирована всегда телевизор то же самое то и человек запомните это навсегда человек когда у него сложилась какая-либо идеологии или какие-либо мысли он всегда исходит из своего опыта а опыт каким образом он приобретает опыт он приобретает следующим образом то есть прежде всего это средство массовой информации это совсем самый глупый такой подход да но тем не менее например на сегодняшний день очень многие рассуждают об исламе именно исходя из того что говорит телевизор именно из того что говорит телевизор и также ни для кого наверное не будет секретом что например самые когда освещают тему ислама как будто бы у них есть директива о том чтобы говорить об исламе либо плохо либо ничего как очень часто мы слышим только о взрывах очень часто мы слышим о террористических актах очень сложно очень часто мы слышим как бы об убийствах и все это очень часто бывает покрыто именно тем что предоставляется нам на блюде то что как бы тот человек который совершил какое-либо преступление является мусульманином или так или иначе он связан с исламом или с какой-либо мусульманской народностью когда кто-либо другой это например делает мы такого например не наблюдаем но когда какой-либо мусульманин у которого имя мусульманское такое с ним происходит то обязательно это будет нам подано на блюде и на следующем блюде что это как бы совершил мусульманин значит поэтому человек когда приобретает какой-либо когда получает какое-либо образование он обязательно будет получать через призму понимания своих учителей и поэтому если человек например говорит как в куране например сказано что есть люди которые берут например часть курана они принимают часть кур она не принимает есть люди которые говорят например что в принципе я верю в куран и это ислам куран это гуманизм ислам это гуманизм но вот в ангелов например и в джиннов я не верю это все сказки а все что об о них написано в куране является чем является аллегорий то есть всевышний аллах он использовал аллегорию очень много этому примеру или например когда человек всю сложившуюся систему образования которая была до него он ставит под сомнение то есть говорит в принципе среди тех ученых которые были до меня есть те кто говорил правильные вещи но многие из них ошибались и вот сейчас я вам предоставляю им самый правильный самый наилучший образ ислама и самую лучшую систему мусульманского образования то есть вот она вот я вам подготовил книжки я все проанализировал вот эти хадисы я еще раз перепроверил куран я перепроверил тех людей которые куран нам преподавали или писали тофсиры я тоже перепроверил у них есть ошибки вот это вот такие вот такие ошибки и те люди которые только следует за мной только они правы все остальные являются неправыми и все остальные являются заблудшими это тоже указывает на то что твой учитель не достоин внимания потому что не бывает такого что человек пришел через несколько веков и сказал что только он прав а все остальные были заблудшими значит второе качество это человек должен обучаться по классическим книгам классические труды точно также они известны то есть казани например было напечатан 300 тысяч наименований трудов все труды которые были здесь напечатаны до революции в принципе они пригодны для того чтобы из их изучать и те люди которые обучают этим трудам они как раз таки является это один из признаков того что твой учитель он стоит на истине следующее это 3 это очень важно джамаат чтобы человек относил себя какому-либо масхабу который является правомерным то есть мы с вами знаем что сложилось на протяжении веков сложилось в самом начале вот эти люди которые ученые и те которые те поколения которые были близки пророкам мухаммада саналлаху али и вассалям среди них сложилось 4 масхаба 1 маска имам азам а буханифа маскаба буханифа или ханафитский маска то есть нельзя разделять два понятия а попав москаба буханифы і ханафитский маскаб второе это шифийский маскаб третье это маликидский маска і четвертое это маскаб ахмабибанях primeiro один из четырех маска то есть учитель обязательно должен себя относить к одному из четырех масхабов если человек я уже не говорю о таких людях например которые говорят все это масхабы это все то что говорит человек мы должны понимать хадисы так как они пришли об этих людей в принципе речь не идет потому что их рассуждения они являются логичными также и как и слова тех которые говорят мы понимают мы хотим куран понимать так как мы понимаем и мы хотим общаться со всевышним аллахом аллахом непосредственно точно так же поступали такие люди которые назывались хадис кстати на сегодняшний день существуют люди которые полагают что имам азам абу ханифа не применял никаких хадисов хадисов он не знал и хадисы все хадисы которые существуют на сегодняшний день и которые известны нам и все сборники которые кутубу сита или кутубу тиса какие бы сборники не были не были в том числе и бухари и муслим лишь приписывается мухаммад ассаллаху алейхи вассалям это что имам азам абу ханифа никогда не использовал хадисов и он был из числа асхабу раи да действительно джамат он был из числа асхабу раи но что это значит это не значит то что он не использовал хадисы хадисы он прекрасно знал он воспитал учеников которые знали хадисы то есть самым его удачным так скажем если нас и по сегодняшнему выражаться самым удачным проектом имам азама абу ханифы это были его ученики которые достигли такой же степени уровня знаний как и он сам ни один из мучтахидов такого не сделал как сделал имам азам абу ханифа то есть он вырастил мучтахидов хоть и неизвестно его трудов хадисы он применял значит про кого было сказано что марады аллахангу наказывал тех людей которые из изучали хадисы и которые передавали друг другу хадисы у марады аллахангу известна из истории что некоторых из людей таких он наказывал это были те самые люди которые и на сегодняшний день называет себя аглюль хадис и не хотят следовать какому-либо мазхабу и говорят что мазхабы это неправомерно нету нельзя это все беда и во время пророка мухаммад салиллаху алейху ассалям не было мазхабов не было понимания хотя известно из истории сахабов что некоторые из них делали и чтят из хадиса и выводили свое мнение и пророк салиллаху алейху ассалям когда узнавал о мнении и когда узнавал о противоположном мнении относительно его слов у сахабов никого из них не ругал никого из них не ругал то есть это один из классических примеров того что существуют обладатели знаниями которые имеют право трактовать хадисы о ком же говорили именно те аглюль хадис которые изучают хадисы передают друг другу хадисы и понимают эти хадисы буквально даже существовало такое явление вот эти аглюль хадис они впали в следующую ошибку у них была такая ошибка то есть они брали явное мнение у одного хадиса и брали явное мнение у другого хадиса и то о чем говорил этот хадис и этот хадис принципе их не волновало и вот когда они брали явное мнение у одного хадиса и у другого хадиса бывало такое что явные вот явный смысл этих хадисов он противоречил друг другу и тогда они знаете что делали тогда они совершали свои поступки в соответствии с первым хадисом один день и на следующий день они совершали свои поступки то есть они делали амаль соответствии с тем хадисом явный смысл которого противоречат предыдущему хадису то есть один день они они говорят мы действуем в соответствии с этим хадисом другой день они совершают совершенно другие дела то есть совершенно который противоречит тому что они делали вчера и они таким образом рождалась у них противоречия они конечно же никто бы из не это было заблудшая секта которая называла себя 1 хадис именно а таких хадисидах и амана а таких алюл хадис и говорится о том что мара дело им наказывал и их остановил вот это заблуждение остановил другой лев аллаха это имам шафи ай если бы имам шафи ай не остановил этих людей то это заблуждение так и продолжалось поэтому очень важно чтобы учитель он следовал одному из четырех масхабов на следующем уроке мы иншала с вами продолжим тему относительно важность исследования масхабу